Добрый день дорогие друзья, мир в вашем доме, рады вас видеть. Сегодня будет кебаб из баклажана. Вот это вот смотрите, это Менделеевская таблица. Надо есть сейчас, фастфуд успеем. Для этого ничего такого много не надо забрать с собой. Овощи взяли, вот фарш, вон рычетка. Баклажан такой пикантный, такой овощ, надо ему немножко, вот здесь мы делаем кармашки, кармашки, все. Посолим его хорошенько, посолим. Почему? Вот это горсть сейчас чуть-чуть мы уменьшаем. Хвостик оставляем. Почему? Я покажу дальнейший как, когда она фаршируется, как чистит вам удобно будет. Для этого хвостик оставляется. Такой плотный баклажан. Смотрите, хорошие баклажаны. Это самое сейчас его время. Ну полчаса, сколько там побудет время. И он чуть-чуть сок выдаст. И потом будем его промывать. И начинаем начинять вкуснейшим фаршем. Баклажан сам по себе такой вкуснятый. Это надо, знаете, да. И вот так можно жарить поесть. А если вы запекаете его в костре на решетке с кебабом, это будет такой вкус. Вы знаете, какая вкус мы хотим его делать. В одну решетку все готовятся быстро. Сидим себе, отдыхаем. Это очень хороший вариант. По-моему, разгар сейчас баклажаны делают. Зимой это не то. Зимой баклажаны, честно сказать. Ну и теплище, наверное, зимой. Они как мясо будут стоять в стоимости, да. Ну, во-вторых, вкус. Вкус как то, что вот есть такой, нету. Дорогие друзья, сейчас мы измельчаем. Лук. Он идет до фарша. До фарша наши кебабы заправлены репчатым лучком. Дадим туда чесночок. Ароматный летний букет зелена. Далее специи дадим немножко. То, что мы любим. Кто как любит. В этом кебабе обязательно, дорогие друзья, зыра будут давать. Без него я не представляю. Это кебаб такой вкус был. Не зависит, какое мясо. Сегодня вот взяли телячий. Так, и режем мелкие-мелкие. Потом сюда добавим немножко чили. Дадим обязательно чили. Чили дадим туда. Отчеркиваю его. Когда кебаб кушаете, да, чтобы чуть-чуть обжигал. Вот такой. Я думаю, вот это час хватит. И мы его толщенькуем. Таким тоненьким. Это все фарш мы дадим. Еще чесночок дадим. Ароматный. Зелень еще добавляем. Букет все. Которых я лично люблю. Такую смесь. Возлика, кинза, петрушка. Это будет неимоверный. Такой чудовый. Неожиданный вкус будет. Когда это правильно. Если вы соберете вот это. Чтобы ваши баклажанчики обязательно запеклись. Запечь надо печь. Запекать надо. И так же начинка внутри. Наши кебаб не был сырым. Дорогие друзья. Наши. Костер горит. Даем наши. Лучок. Острый перец. Чеснок. До ума сада. Даем. И даем наши любимые зелень. Базилика. Кинза. И петрушка. Больше тут ничего нет. Это самые. Больше никакие сухие специи мы не дадим. Вот это достаточно. Чтобы он такой аромат был. Чеснок. Кориандр. Кинза. И чили базилик. Соль. Ну дадим. Зира дадим. Чуть-чуть подчеркивает. Зира с кинза она очень хорошо дружится. Вот. Сейчас я одену. Друзья. Перчатки. Как всегда. На природу. Руки. Обычная соль. И добрый посолю. Зира. Вот столько. Все. Начинаю его тщательно перемешать. Все зелень. Вот это базилика. Кинза. Петрушка. Все это должен открыть свой вкус. Я готовлю разных видов кебаба. Есть в Кавказе. Я такие друзья у меня есть. Некоторые я пробовал. Даже орехи добавляются. Вот в фарш добавляются орехи. Это серьезно. Я сам пробовал. Ел. Есть разные. Можно сюда свежие еще овощи добавлять. Но мы же с баклажаны начинаем. Сюда уже овощи не надо. Поэтому это совсем другой начинка. Надо тщательно, хорошенько, чтобы ваше, да, кебаб такой был смешан, да, все вкус открылся. Надо обязательно хотя бы минуты 3-4. Хорошенько. Надо его мешать. И давайте обязательно минут 25, чтобы он постоялся. Паш-фарш. Буду мешать, пока он гладкий такой не станет. Надо, надо. Минут 5 надо минимум. Это есть закон кебаба. Его надо обязательно. Какой бы ни было бы, его должны так размешать, чтобы с него все лишний воздух вышел. Когда соль, специи касаются, мясо, волокно, это все-все пропитался. Вот тогда у вас кебаб будет вкусный. И всегда соответствует свою форму. Не развалится. Не рассыпется. Вот этого поддерживайте. Вот таким способом вы делаете. Не прогадайте. Это проверенное. Это кебаб, это те самые ноты. Вы его по-разному ставите. Совсем другой мелодия выйдет. Поэтому один раз овоща мы добавляем, другой раз добавляем. Крупа добавляет. Долма делается. Так жарится. Видите, сколько видов. Но все равно мы к этой музыке возвращаемся. Кебаб. Мы его помыли баклажан хорошенько. Отжали. От него соль. Будем начать. Сейчас решетку возьму. Один перчаточку. Вот так берем. Дорогие друзья, баклажаны наши плотно-плотно мясом. Кебабом нашим. Так и начнем. Так. Посолили. Видите, уже цвет какой. Помягче стал баклажан. Чуть-чуть пальцем помогу, чтобы формировать его такой хорошей гусками. Вот так и будем начинять наши баклажаны. Сперва посолили баклажаны. Постоял у нас часик. Промыли его хорошенько. И вот. Форс соленый. Все уже достаточно его соль. Такий плотный-плотный. У вас будет обалденный кебаб с баклажанами. Это будет такое вкусное. Так, берем. Чуть-чуть вот, где просолился. Помнем. Во. Фарша у нас достаточно хватает. Может еще кебаб будем делать с него, если останется просто. Так, еще один. Можно вот так. Сейчас. Правильно, чтобы равномерно везде прожаривался. Так, боком ставлю я всегда баклажан. Мясо посередка. Все. Решетка хорошая. Взял на свой, какой высота надо. Баклажан толстого. На второй. Это отдельный я его. Все. Идем жарить. Начинаем вот так. Хорошим. На маленьком огне. Это не шашлык, там бегом большой магнит. Такой на маленький. Сейчас так запечем его. Отличный жар. Высоковато, дорогие друзья. Я чуть-чуть ниже делаю. Вот так. Прекрасно. Все. Печем. На маленький. Вот так. Все под контролем. Много дров не надо. Вот. Все прекрасно. Ну, придавил, наверное. Чуть-чуть фарш вылез. Ну, ничего. Все это спечется. Друзья, наши баклажанчики, хебабчик наши готовятся. Посмотрим в другую сторону. Ну, печется одним словом. Вот так и будем потихонечку, потихонечку запечь его. И вот сбоку пара дровешка. Для страховки, если еще не хватит. Я думаю, достаточно, что там жар есть. Это не шашлык на высоком огне, не надо. Его надо на маленьком огне. Чтобы в середине и мясо запеклось, и баклажан полностью запеклось. Не испечат, много не надо. Потихонечку вот так. Сейчас до кебаба надо лучок свежий с зеленью. Знаешь, как? Он сочетает. Мясо посмотрим, что у нас кебаб из баклажанов. Перчатки. Ой, как хорошо печется. Вот видите? Чуть-чуть вот это, вспомогательный. Вот пара палечка сюда, и там пара кусочек дровешки. Он дает везде, края везде нормально греется, нормальный жар. 200 градусов. Здесь сейчас как в духовке можно измерять, даже больше. Больше не надо. А то у нас баклажан может пережариться, пересущиться. А надо, чтобы он запеклось. Вот таким на маленький. Не знаю, вот сейчас, ну, как он готов, как запекается. Он еще, нет, он еще водянистый, он еще печется. Лишный, видите, все выпарывается. Запекается, мясной вот этот сок туда выпитывается. Он такой вкусный будет. Это неумоверный вкус. Вот теперь, теперь потихонечку начинаем почаще. Прокручивать. Сейчас я расскажу вам, как пользоваться сайтом и каталог на примере сковородки. Вводим в поисковик сайта сковородка. Смотрим результаты. Выставляем цену, к примеру, от 500 до 800 гривен и добавляем необходимые фильтры. Нажимаем показать. Нас перенаправляют на следующую страницу, где мы выбираем понравившуюся нам сковородки в сравнении. После того, как мы определились с товаром, можно посмотреть его фотографии, отзывы, а также магазины с наименьшей ценой, полезную информацию по товару и заказать дополнительные аксессуары. Прошел 15 минут, наверное, вот такой на маленьком. Ну, будем допекать. На маленьком, вот так он допекается. Тогда он у вас будет не водянистый, прожаренный, пропеченный, вкусный будет. Увидишь сейчас, Марик, какой вкусный уловоч. Есть? Пока нету. А у нас уже вот 8 штук, такой, грамм по 300 баклажан словили. Почти уже. Скоро будет готово. Ай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Какой? Вот это, кран запеченный. Вот это 100% сторона готова. Сейчас эта сторона еще пара минут. Вот, все. Вот он. 18-20, да, вот у меня вот идеально. 20 минут, вот она корка запеченная. Никакой лишний там, как варни нету там. У него уже аромат совсем вот такой. Ну, сейчас будем снимать, пока это остынет. У нас осталось еще. Мы сейчас сюда положим овощи положим, еще просто кебабу положим. Все, не нужно, не надо. Вот. И сразу буду ставить. У нас остался кебаб. Начинаю я кебаб сюда отправить. Может и овощи еще положу. Вот, Марио. Вот это идеально. Он так спеклос. Мы возьмем вот сюда, в фольге, на пару минутик. Закроем. Ой, как запеклос. Вот она. Ну, смотрите, как сочно запеченная. Все они идеально запеклись. Ничего тут сырого не осталось. Вот так. Запах обалденет. Я его так, фольгой закрою. Закрою. Что мне через пару минут сразу мне шкурочки, баклажаны снимать удобно будет. Вот для чего я говорил, что это надо нам, как назвать, хвостки баклажана. Все. Ничего не делаем. Ну, вот еще. Закроем. Идеально вот такой, что остался от нашей кебаба. Я его просто так сейчас. Есть у нас свежие овощи разные. Сюда. Это вот сюда. Чили положим. Вот так еще лучок добавлю. Видите, дорогие друзья. Я знаю, много людей такие пикнички делают. Это обалденная вещь. Видите, какой прекрасный овощной набор. Все. И тоже идет туда же, на костер. Ставим дальше жарить. Хватает. Тут жара хватает. Сейчас подвинем. По крайней мере, можем отпустить ниже. Ниже можем любой момент отпустить. Взял, вот, решетку-то положил. Ничего, что нету. Это вот столько удовольствия, сколько, знаете, сколько позитивнее энергия получится, если на природу, на рыбалке, на даче. Вот так приготовить. Даже хотя вот это делайте на сковородке, а не пожалеете. На духовке. Ну, костер есть костер. Вот. Все припеклось, все запеклось. Чили. Еще один помидорчик. Ну, смотрите, какие кебабы. Все. есть. И как раз к это время наши уже баклажаны можно легко очищать. Легко можно вот для чего я закрыл. Открываю. Вот. Берет любой конец. Смотри, Марат, как запеклось. вот я показываю. Вот она, смотри. Вот это, вот это, смотри, как он запеклось. Вот, дорогие друзья, вот мясо. Вот он, как запеченный. Вот, дорогие друзья, наши кебаб из баклажана с овощами. Готовы. Готовы не трудно. Это с одним решетками это все можно приготовить. Это сочетается. Лучше ничего нету. Попробуйте. Выходите на природу. Лимончиком польем. И вот такой маринован лучком. это что-то такое. Вот это есть действительно ресторанские блюда. Ну, вот она прекрасно запеченная, сочная. Пожалуйста. Она такая вкусная. Ммм, баклажан. Вообще бомба. Давай, ты уже снимал все, пора кушать уже. Остывает. Рыбаки вперед, вперед кушать. Приятного аппетита. Будь ты крепкий. Пока.